В Одессе уже образовалось немалое количество провалов на дорогах и тротуарах, которые не ремонтируются городскими коммунальными службами. С какими препятствиями можно столкнуться на своем пути, узнавали наши корреспонденты. То ли денег нет, то ли не обращают внимания, вопрос оказался риторическим. Исходя из того, что по городу уже образовалось немалое количество провалов на дорогах, Складывается впечатление, что депутаты, чиновники и сотрудники горсовета по дорогам родного города не ездят. Иначе как и чем объяснить то, что месяцами провалы по всему городу стоят без ремонта? Вот эта глубокая яма на дороге уже более недели блокирует движение на одной из улиц Молдаванки. Стало очередным сюрпризом автолюбителям. Движение усложнено для автомобилистов на пересечении улицы Прохоровской и Одноименного переулка. Коммунальщики оградили провал. Этим все и закончилось. То ли не хотят, то ли денег нет с двух одного. Да, уже больше недели делают. Ну, первый день приехали, пока разложились. Второй день приехали, начали разрывать. Потом вроде как что-то чинили. Потом дождь пошел уже, надо останавливаться. А городские чиновники, наверное, по городу не ходят и, скорее всего, не ездят, если не видят беспорядок в городе. А те, кто должен заниматься ремонтом, относятся к своим обязанностям, как бы это помягче сказать, халатно. Вот, например, о ситуации на дороге у автостанции около Старосиной площади. Как используют эту ямку? Ее используют для вынимания воды с под цветов. Бывает, колеса пробивают на этом, на рельсе. Чтобы заделывали правильно и хорошо дороги, тогда более-менее порядок будет. А вот, смотрите, на дороге по Пироговской у дома 19 о провале явно забыли. Дорожные службы, если и реагируют быстро, так это только в том случае, когда место провала на дороге либо тротуаре находится в непосредственной близости к мэрии. Функцию контроля в городе всей этой красоты на себя берут жители Одессы. А средства массовой информации, такие как, например, Инфопорт, представляют чиновникам горсовета адреса провалов дорог. И такие, как, например, на пересечении улиц Базарной и Преображенской. Это как человек идет, что-то случилось, так и автомобиль. Никто ничего не застрахован. А ямы тем более мешают проезду. Это начинается горло, сужение дороги, пробка, светофоры. И оно образует, естественно, пробки все. И это далеко не все ямы, провалы, проседания дороги, трамвайных путей, которые обнаружили и которые ежедневно видят обычные горожане и гости. Видят и делают выводы. Ну, мы же живем, мы хотим в хороших дорожках, пользуясь хорошими дорогами, хорошими стоянками. Не маним к нам, к жителям города. Конечно. Пожелаем нашим мэрам и его помощникам, замам, чтобы больше нам уделяли внимания. А пока местное руководство придумывает новую легенду, одесситы и гости города вынуждены терпеть неудобства. Продолжение следует...